Добрый день. 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 Стали гардер. Там, в основном, есть гардер, вирус в месте с ним. Сейчас, чтобы это дорожное рекомендувать архитектуры, не вернуться для взятия, а вернуться с продажным подарком. Полторно, вы увидите возможность залишения материала именно того. Протокол вписали. Вы говорите про то, что вернуться на даты разрешения. Еще раз, я хочу что-то сказать, что этот институт, про этот институт, эта комиссия и створена. Сформулировать этот институт? Ну, давайте, скажем, у нас, у кого-то не дам поля грамотно, узнать у кого-то, братец, а что? Мы уже сформулировали. Расформулировать можно не просто а надание нам выставку экспертной комиссии. Так вот, для всего. Это, ну, как вы говорите, наши проблемы, не наши питания, которые будут там снимать. Мы возвращаемся до разработки, а это может быть так. Хоть важно подается комиссию в разработку, а разработку может быть так. Да, это разработка, сам его уже, процедура, там, скрыгать комиссию сперту, все. Мы не будем, потому что, подводите, как доучить, вернуться до разработника проекта, еще до внятя грехом КСА. Ну, давайте, кроме освещения законодательства, кроме воздействия воздействия нет, они мотивуют, что там есть раздел, и не будем снимать из-за этого, но, если, допустим, в принципе, он просто остается на разделе, и другие, а это все снимают, то есть, есть раздел воздействия, но ДСК не снимает из-за этого, но это не законно. Ну, как они говорят, кроме воздействия, которые находятся на основном воздействии. Да, окей. Вот это так. Так. Прямо воздействию внести службовую информацию. Не обо... Ну, не, он тут пишет конкретно, конкретно он напишет, пишет, то... Ну, вон, вон, все сразу отключились. И тут, ну, типа на воздействии и все. И все. Потому что, в плане, в интернете на запуске есть различные воздействия. Как известно с поверником, таким, кто запрещен на правиле кабинета, мое бюджетное службовое коррестование. Ну, я... Хорошо. И для темы, и начало из... ... соединемся на статистике законов, где четко указано, что мое право поступить. И все. И... И смогли, мы будем готовы, да, указаны. А вот, которые там нельзя, только не впускай, достали. Нет, тут же, он мне сказал, ну, если бы удалить, и по-толео начали, потому, просто, да, спорву, сходу его. И не вредит о водопосадянин. Потому, что, в том, что, на самом деле, он не доверил, о... чего он не цыкал, за цей стейдусшо, а пану же разгадал. Ну, как бы, это водопосадянин. То да, то, Так. И... наступная звание, опять же, романская номинация по стезаписей. ну, у нас пришло, какие-то игры, или что-то, Ну, и, 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 ichenneze. Что ж, что ты, и, 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 и нorsкary, что ж, что, Продолжение следует... 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 Что это за участок? Я ещё раз повторяю. Есть у нас опысл, можем посмотреть. Так это бумага. А на самом деле всё оказывается всегда очень интересно. Я ещё раз повторяю. Вопрос по гаражам. Написал те, кто идти на три гаража. Всё классно. Кто мешает? Пожалуйста. Отложник написал. Вперёд. Кто кое? Впереди гаражи. А оказывается там примерно 27 гаражей можно поставить. Где написали на три. Ну, что мы, как маленькие дети? Мы же прекрасно понимаем, что пока не уберём составляющую к этому, и будет публичный доступ ко всему. Только тогда человек может зайти, посмотреть и сказать, вот это я хочу, а это я не хочу жить. Да, будет проблема, куча заняпцев на посылке. Ну и что? Ну и пусть люди забирают его. Потом продают, потом что хотят с этим делать. Но зато это будет общий доступ. Более три-четыре человека, которые меняют выкидки потом, призначение этих церков, призначение землиных белянок. Сегодня это, этот самый, коммертийное выкористание. Завтра это уже у нас промысловие. Понимаешь? То есть, есть три человека, какие тут, в принципе, там четыре там образно говорят, кто имеет доступ к этому всему. И все остальные сидят и думают, где же и участок себе земли. И я считаю, что пока не будет инвентаризации этого всего, у нас порядка однозначно не будет. Хорошо, сделаем мы сейчас возле водных их, в зале, сто процентов. Потому что, если бы, четыре года назад, если бы случайно не попало и тот по звонку, а вы знаете, что будет выделяться пять участков в районе реки, вот здесь вот, за Кнежей, на той стороне, со стороны садика? В дальнейшем не знаю. А вот возьмите и посмотрите вот этот проект решения. Открываем, да ёлки-палки. И уже всё. Уже даже тот звонок на рассылку про индустрию, надали людям. Осталось только за трое объекты. За два и не выделить. Четыре участка со стороны вот этого садика, вот там за садиком. Всё, люди туда дома построили. Работал Андреевич. Если бы хотели, не выделили. Я вам со своими хожу к вам. Вы не можете отменить. Делаете, если бы ничего не случилось. Идите же слушать. Да, что ты рассказываешь? Да? Да. А у нас с таких пенсов, с Парусом, да? Вот сейчас, я вам посмотрел, в году собирается, прошу депутат, не голосую. Ну, как правило, это либо в финансы выбирается, либо ещё что-то. Не так, где они, допустим, там выделили. Вот что 248 тысяч на ментаризации вводных искусств, либо там 2 миллиона на ментаризацию общее всех. А если бы вы не ездили? Не, может быть. Я вам постановлю. Я вам постановлю. Ну, возможно, есть возможность провести ментаризацию определённой, определённой территорией. Да. И наверняка это будет стоить дешевле. И, возможно, этот вопрос... Допустим, есть вопрос непосредственно по какому-то участку? Есть. Но надо провести ментаризацию. Ну, не проще ли? Зачем проводить весь город, если это, ну, большая потребность? Наверное. Наверное. Проведение именно вот и присутствует. А именно вот здесь. Провели, ментаризацию сделали. Выделили сами. Это называется... Это уже шкурный вопрос. У нас вот это и присыпать не есть. Нет, нет. Я вам не попросить тридцать. Я желаю сделать это всё и везде. Для того, чтобы ещё раз... Нет. У каждого человека... А ты ваш вопрос правильно задаёте. Можно проводить ментаризацию общую, но частями? Ну, так вот, я в том плане, что сейчас поднимется вопрос про вести общую ментаризацию. Опять начнутся в третий, пятый, десятый раз. Русские подниматься не будут. И вопросы не будут продвигаться. И будем возвращаться постоянно к другому шагу. Это уже первый шаг к проведению общей ментаризации. Вот это. Это первый шаг. А всё остальное, мы должны идти в стороне. Да? Может, делать, допустим, определённые. Какие вопросы? Может, там же же вопрос поднимается. Я не знаю, что все вопросы, какие поднимаются вести ради. Может, есть вопрос не только у индусурядного, может, какой-то ещё вопрос там. Есть. Взять отдельный участок. Оно будет стоить там не 248 тысяч, а 48. Ну, грубо говоря. И всё. И тогда депутаты скажут, а ну всё, у нас бюджет позволяет, хорошо, мы выделим деньги. Ну, и уже первый этап уже будет сто раз. Первый шаг. К сожалению, пока первые два раза... Нет. Ну, я могу сказать, что зараз даже поднимать питание на сессию выносить можно не общую инвентаризацию всех годных ресурсов, а именно конкретных. Ага. И то есть... Ну, я правильно понял, что проводите часть инвентаризации, либо всего города цена всё равно лучше делать? Разные. Разные. Да. Ну, это часть инвентаризации. А, значит, они будут в этом случае. Ну, можно просто часть инвентаризации плачивать и пускать и делать, чтобы не водить... Ну, сами... Да. О, понятно. Так, мы будем сидеть, Петрова. Мы будем сидеть в этом случае. Вопросы, конечно. Я, если... Как бы еще решение будет выноситься проект, если мы на сессию, тогда мы будем задерживать людей. Это, чтобы мы принять в виду, может быть у нас на контроле, будет помогать. Что? То это будет выводиться. Мы, в принципе, вам дяну. Мы точно будем... Продолжение следует... Так, так... Продолжение следует... 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 Вот, направляется схема движения транспорта. Это все вопросы в отделах полиции работают с конкретными специалистами и они дают висновку, че доцельная, че недоцельная смена напрямую руку. Ну, пробуете, можно, че не можно? Нет, подождите, доцельная, че дозволенная? Че дозволена, че не дозволена відповідь про смену напрямую руку. И погоджені схеми про смену напрямую руку у нас в управлении есть. Погоджена судским отделом полиции. Сумами, не нашим. Кому понадобилось изменение напрямую руку? Объясните мне. Даже вот, когда вы меняете напрямую руку, вы делаете какие-то действия, за которые я, собственно говоря, плачу, как нового платежа. С чем связано изменение направления движения? Скажите мне для начала. Можно мне вопрос к вам? Можно. Как будет, вот, сейчас просто еркитично, что я понимаю? С двух сторон. Двух сторон. Как манируется, вот, это просто всеми монстрами, на том, что все. Как манируется окончательное движение по этому привезу? Я так понимаю, с октябрьской заезд и движением вниз. Судя по установленным... Судя по установленным... Одностороннее движение будет со стороны? Судя по сторонам, да. Противоположную сторону от того, как было. Было вот так вот, а сейчас обратно. Я не понимаю, с чего пошло вдруг решение изменить направление движения. Ну, во-первых, смотрите. Андрей, вам, я вам рассказываю, вот, этот поведитель. У нас на сегодняшний день. Ходится... Извините секундочку, мнение как водителя у меня есть свое, у каждого свое. Это хорошо. Это, подождите, вы сюда сейчас пришли, в единственном офицере рассказываете про то, что нормам законодавства он противовечит, и вам это не нравится. А я думаю, что не нравится мне так, как не нравится вам. Подождите, у нас что-то нужно? Чтобы поменять, нужны право в виде вставки. Право в виде вставки есть, есть схема, задвижение. И на основании схемы сделан был проект. И нас... Почему не сказали вам, что про схемы проектом дошло для документации? Потому что на основании схемы, которое было запрещено в виде августной полиции, было сделан проект. И на основании этого проекта будет меняться движение. Я говорю, в чем подряд. И на основании этого дошло из этой документации. Нет, я не знаю, что мне дать. А я еще раз говорю. Проект. Что это документация? Тут же есть проект. И на основании этого проекта будет меняться руки. А почему решили поднять руки? Я не понял. Вы желаете сказать? Вас, может, интересует только, что вам нужно сделать. Я вам говорю о том, что у нас с правой стороны, на куртнице рынок. С правой стороны. А машины у нас могут парковаться. Только если мы поднимаемся с водюка. Только с правой стороны, а не с левой. А по правилам дорожного движения, по поводу автомобилей, на одностороннем движении, с левой стороны идет. И таким образом, чтобы вы понимали, есть рынок, где людей больше, нежели с правой стороны, где четвертый этаж и там еду уже горит. И там несколько магазинов. В чем проблема? Почему мне удобно ездить? Почему я, поднимаясь в зимнее время, на голодове не могу проехать прямо? Ну почему? Удобнее же, чтобы... Да. Ахарик. Если, например, сами же с краснояреческой. Понимаете, то есть обращение ваше. У меня сейчас там правовый вид, правовый представ, вот такое. Противоречит нормам законодавства Украины. В каком смысле оно противоречит нормам законодавства? На какое законодавство Украины вы ссылаетесь в своем электронном языке? Державные будильные нормы там есть, в которых описывается, что это, по-моему, изменения могут вноситься только тем органам, которые принимали решение. Насколько я знаю, это есть ВКОМ принимал такое у нас решение, и там еще подразумевается возможность громадских слухов. Поэтому вопрос. Есть схема движения автотранспорта? Да. Есть. Есть. Гребован Украинский. Есть. 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 А какие пригодятся, там законы четко прописаны, кто, как найти в состава носит злые. Там одна-единственная статья. Ничего не порушено. Жодная статья не порушена. Если вы наставили о том, что сколько лучше, пожалуйста, дайте ссылку на что? Не права комиссия Грешука, что там получено, а вы все, что получено? Я команда законно получен. Ну я с тобой не брал, я думал, лучше подготовить. Возьмите подготовить. И, Игорь Вячеславович, мы уже интересно, когда вы сказали, что хай меньше есть. Куда не скажешь? Ну, сейчас Игорь Анатольевич, я думаю, вы сказали. Да, разделить много чего. Вот пишите. Ну, это на видеозаписи, Игорь Вячеславович, я вам скину ссылку брифинга там. Это не я много говорю, это под видеокамер много сказано. Значит, если человек так уже сильно цепляется к тому, что я сказал, да, действительно, я так сказал, и я так думаю, что любой участник дорожного движения, который имеет альтернативу в движении, который будет неудобно ехать по этой схеме, поедет другой дорогой, в объезд. Значит, таким образом там будет меньше движений. Что не понятно? Мне все понятно. Меня спросили, я рассказываю. А то вы не рассказываете, что я что-то прийду. Вы что сказали? Посчитали много близнец. Я прекрасно, я прекрасно помню. Как вам писали? Мэр объявил войну фурам. Было так? И Сесёке уже год, что мэр объявил войну, которую он поиграл. Кто объявил войну фурам? Кто это придумал вообще на дорожении? Мэр придумал это всё. Сами придумали, сами всё всё. Ну, всё, в принципе... Мирослав, вы готовились там что-то предварительное, не смотрели? Мэр, кто говорит, что готовится, это хотя бы нужно... Я проверю, что пока готов будет. Есть милеты массовые? Ну, твои. Я не знаю. Целёг, это масса. А там ДБР, там было... А не мэр такой ДБР. ДБР я не должен зарядок. ДБР это просто другой, не знаю. Данный конкурент, это экспортизма. А если он прошёл экспортизм, он сейчас не ехал, но он не выехал. Как это происходит? Вот смотрите, у нас что-то есть, да? Да. Что-то есть, что-то там. У нас есть бюджет, мы его куда-то выделяем, мы ногами потребляем и так далее. И вдруг у нас что-то появляется. Вот о котором никто никого не просил, и вдруг оно что-то появилось, на него там потратили деньги. И нам говорят, что теперь это почему-то правильно. Кто просил? Какое изменение надо? За какая нога запотрезла у нас? Сейчас объясню. Если я ошибаюсь, скажи мне, пожалуйста. Вот один у нас уже проект на реконструкцию улицы Бадюга с продажами Виктория Украины. С изменением всего. С 12. С изменением движения по кругу на площади, по характеристикам. И этот проект, о нем уже говорится 3-4 года. Потому что тогда там не успели, тендер сорвали. И после того, что он готов, провели тендер, но подали монопольный, тоже его сорвали. Об этом все знают. И вот это незакрытая информация, между прочим. И на нее не надо просить, кто вступал на этот сам, на то, чтобы посмотреть. Приходите, пишите заявление, смотрите, пожалуйста. Говорите о том, что вы тут тысячи человек, живущих там, там-то, там-то. Более того, чтобы нам сделали тут дорогу и закрыли выход. Нет, нет. У меня прикладную территорию на 19-й год поставили. Я очень рад. Нет, ну так вы... Вот хотите, чтобы на сегодняшней центральной части города брали, а там проделали? Нет, нет, я не хочу. Я хотел, я думал, что будет в комплексе делаться. Я просто не знал, что перевод недостаточно проявленный. Ну так, в комплексе... Ну, это я... В комплексе... Ну, в комплексе есть, но в комплексе даже в топах. Есть проявленный, что вы? Который вы сделали, я сейчас поправлю, даже в 3 года. А 4? Почему его нельзя было поставить 4 раза назад? А почему вы сейчас думали? Ну, потому что, ну, в городе-происточке я не могу знать все. Я когда вижу, цепляют знаки, меня это вызывает вопрос. Там, в другую сторону. Я это иду, там, случайно, в ритминг спрашивал у мэра. Мэр там говорит какие-то слова. Я их так анализирую и думаю, все. Вот видите, как она лована. А я, например, как водитель, еще раз повторяю. Я считаю очень правильно изменить это движение. Потому что основная наручная, с правой стороны. С правой стороны. С правой стороны. А парковочные места у нас как раз с левой стороны. У нас открытая полность уровня. Для парковлера, пожалуйста. Я не вижу вообще прецедента этому всему. Знак повесили. Изменили направление движения. Потерял город. Основной месседж всего этой компании. Что при выезде он с Ярославского на лево будет трудно повернуть. Хорошо. Для Ярославского еще, пока сказали, не решено. По крайней мере, уже все решили. Уже все решили. Вы молчите. Давайте по-другому. Вот допустим, на секундочку, что ничего не менялось. И Харьковский не делал. Вот вообще ничего не делал. Сейчас. До того, как все меняется. Движение поворот на лево-серославского есть? Есть, конечно. Есть или нет? Куда на лево? На лево. У Сирославского на лево, что выездали. Есть ли? Да. И ничего страшного не провести? С торговой площадью? Да. Ну да, да, конечно. Ничего страшного не провести? Да, все страшного не страшного. Да, все страшного не страшного. И есть торговая площадь из села. Едут с Октябрьской, поворачивают на торговую площадь. Едут по правой стороне. Вот как положено. И переходит это в одностороннюю улицу. Это нормально. Если ехать назад, то ездишь, доезжаешь в торговую площадь, и те, которые имели право прожить на торговую площадь, то ты убираешься им в луку. И еще раз повторяете. От того, чтобы сбокатиться на моем комиссии, как минимум можно ссорить? Игорь Анатольевич, а можно вам задать вопрос? Можно. Ну вот, вы, когда можно у меня в первые тоже. Все знают, чего было произведено. Раньше было двухстороннее движение, да? Какое? Двухстороннее. Прето же водитель, где ездили на дорожную площадку, да? Вот по яйцу. А у вас, да! Вот стоит. Была двусторонняя движение. Да, да, да. Постоянно. И туда, и туда. Да, 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 да. Можно секунду, чтобы снять вопрос. Закон Украины про дорожнюю руку. Ага. Стаття 26. Організація дорожного руху на дорогах в улицах педагогических перейти. Організація дорожного руху на дорогах в улицах педагогических перейти. И на основе технических, и на основе технических, и информационных и коммуникационных, и автоматизированных систем герувания, и на гляд за дорожним рухом, в соответствии к правил и стандартам. А также на основе проектов и схем организации дорожного руху, погодженных с соответствующими подразделами национальной полиции. Організація дорожного руху на дорогах в улицах педагогических перейти. Нет, я, к сожалению, я же говорю, я не думал, что так поверхностно к этому вопросу подойдут. Я подойдут документацию о том, как должны вноситься изменения в схемы руху, там есть города до 100 000, свыше 100 000. Я подготовлю, получив ответ. Нет, но на данный момент, как так, у него нет материалов. Ну, брат, я уже посмотрел, раз мне не потрудились там забить, я просто со смартфона сейчас неудобно зайти мне. Хорошо, я переоценил, я понял. Вы понял, какой проект проходит державную экспертизу? На сегодняшний у нас не паспорт. Цей проект экспертизу прошел. Стоит большая, верная, пробная, отвечающая. Я, по-моему, это я не дали, мы не дали дослушать вопрос. Было одностороннее движение? Все было удобно, все ездили, все было хорошо. Потом, по одной всем известной причине сделали одностороннее. Скажите, у меня ответили, у меня было два 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 два. Почему было сделано одностороннее движение? Не знаю, там, по-моему, исполком принимал это решение, я не знаю. Мы шутили, когда одностороннее движение, была шутка, что целуйка сделал жене удобно проезд в ту сторону. Теперь мы шутим, что кто-то Федорович делает себе удобно проезд. А тогда шутили это. Я не знаю, я не знаю. 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 Там это абсолютно. Это вот так, как будет на твоем доме. Да. Это с города едешь с дачного и поедешь туда. Едешь с собора поведешь туда, можно поведет наверняка. Едешь из-за этой стороны площадь поведешь туда. Из-за города мало превыше. На пределах этих двух улиц, в районе 300 метров туда, и 500 метров туда можно объехать, это все дело. Такое дело. Конечно. Мы говорим о том, что какая цель была этого изменения, ведь можно подъехать, даже если вам это не нравится. Либо с собора поехать, а дальше. У меня больше не подходит проезд отсюда, чем вы думаете? Потому что магазин, который находится у моей жены внизу, я с ним заезжаю. Я не про жену говорил, я говорил про вас. Это меня. Это меня. Что типа твоему там взять или это. Не про жену говоришь. Да, я. Вы знаете, что? Конечно. Да, конечно. И даже, чтобы не было, как вы думаете, что представили, мы со своими родными сказками. Она тоже, по сути, как она провожает за это питание. И, если вы будете встану, вы не согрешите. Вы уже четко ответили согласно. Нет. Нет. Подожди. Если хотите такую глупость сделать, можете мне дать такую ответственность. Хотя я, нет. Хорошо. Я добавлю документов и вернемся к обсуждению. Добавляю документы. 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 Вот тот уже приниматель, кто полковник. Я пока не увидел, что в городе тот орган, который прошел полковник. Я уже ошибаюсь. Я пока не готов поехать. На что вы проголосовали? Все, в ходе принимаем на один ночь. Я помню. Может, давайте дадут нам документы, которые поставят вас? Да, да. Я дам рассмотреть, я дам примителю. Что вы примерно на 26 минуте? Да. Такый и генеральный пунктов по Макдону по Макдону по Макдону по Макдону по Макдону по Прагану по Макдону по Макдону по Макдону по Макдону. Да. Я cube. Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому